Добрый вечер. Добрый вечер, единомышленники, партнёры наши. Сегодня мы с вами закончим цикл из восьми частей по основам дубликации. Меня зовут Любовь Фёдорова, кто смотрит впервые. Мы разбираем дубликацию подробно-подробно по всем задачам, которыми мы должны обладать, уметь решать для того, чтобы суметь сделать, можно сказать, первые шаги в свой бизнес, создать команды и научить своих партнёров, своих приглашённых тоже создавать команду, строить структуры и зарабатывать. Мы уже рассмотрели шесть задач. То есть наша дубликация разбита на семь задач. Постановка целей, создание книги контактов, планирование, телефонные звонки, презентации и сопровождение. Это всё мы уже рассмотрели. И предыдущие части на YouTube-канале вы можете под трансляцией увидеть и просмотреть, если будет интересно. И сегодня мы подошли к последней задаче. Это работа с возражениями. У нас получается восьмая часть, потому что раздел презентации мы разбирали более подробно буквально на двух вебинарах. Итак, сегодня мы поговорим о возражениях. С возражениями мы, конечно же, сталкиваемся постоянно, когда мы что-то человеку предлагаем. Кто сетевики, те прекрасно знают, как часто люди говорят «нет», выстраивают стенку и не хотят вообще общаться. И иногда это является таким, как сказать, фактором сломления. То есть это иногда ломает нас, и мы останавливаемся, не можем делать следующие шаги, как-то боимся обратиться к следующему человеку, потому что мы понимаем, что слово «нет» мы можем встретить много-много-много раз. И мы это прекрасно понимаем. Мы знаем, что есть такая статистика, что 30% людей нам в любом случае скажут «нет», и это «нет» будет абсолютно окончательное. То есть 30% людей, которым мы предлагаем бизнес, вообще в него не войдут, не сделают ни полшажочка. И когда мы это понимаем, тогда нам не нужно бояться возражений. Главное – найти правильную аргументацию. И чем правильнее мы выстроим свою беседу, чем больше профессионализма мы проявим, тем, можно сказать, у нас меньше будет возражений, тем меньше причин будет у человека сказать нам «нет». Поэтому мы вспоминаем из предыдущих задач, мы говорили о том, что в первую очередь нужно создать атмосферу взаимопонимания. То есть даже перед тем, как мы делаем презентацию проекта, мы всегда говорим с человеком. Помните, мы выясняли основной побуждающий фактор его, мы немножечко пытались понять, к какому психотипу человек относится, для того, чтобы мы знали, как выстраивать с ним беседу. В обязательном порядке мы расскажем ему свою историю, как мы пришли в проект, как мы восприняли этот проект. Возможно, у нас тоже было какое-то сопротивление. И мы ему говорим, да, конечно, я тоже сначала сопротивлялся, мне показалось, что нужны мои деньги, что кто-то просто хочет меня использовать. Но потом, когда я больше изучил, то, конечно же, я понял, что это очень интересный проект. То есть не бойтесь рассказать о том, что вам тоже сначала не понравилось или вам что-то показалось подозрительным. Это абсолютно нормальные, это естественные человеческие реакции. Поэтому если вы расскажете свою историю, какая бы она ни была, это тоже создаёт такую атмосферу взаимопонимания. Далее мы обязательно анализируем, когда мы уже сделали презентацию, рассказали о проекте, в обязательном порядке мы конкретизируем и выясняем, правильно ли нас человек понял. То есть понял ли он всё, что мы хотели до него донести. Если мы ему зададим какие-то вопросы и поймём, какой информации не хватило, и ещё ему дорасскажем, то перед тем, как возразить или перед тем, как принять решение, у него будет гораздо больше информации. Это тоже очень важно, когда мы выясняем, что ему ещё нужно, какую информацию, какие у него остались вопросы. И мы конкретно разъясняем, уточняем, мы рассказываем о разных вариантах заработка. То есть мы опять-таки понимаем, когда мы выяснили уже основной побуждающий фактор, мы понимаем, на что нам сделать акценты. И правильно сделая акценты, мы тоже приближаем принятие решения положительного этим нашим партнёрам, нашим собеседникам. То есть это тоже всё относится к шагам именно профессиональной аргументации. То есть если мы все задачи, которые мы уже рассмотрели, учитываем и учимся ими пользоваться. Чем больше мы всего этого применим, сможем применить, тем, конечно, меньше возражений мы встретим. Ну, какие бывают возражения? Самые такие распространённые. Там друзья будут с меня смеяться, у меня нет денег, у меня нет времени. Очень часто люди у меня нет денег, у меня нет времени. Всё, они не хотят разбираться. Ой, моя жена не согласится, или там мой муж не согласится. Пирамида. Это вообще самое такое распространённое. Рынок заполнен, это всё рухнет, ничего не пойдёт. Всё это – это первая реакция человека, это первая защитная реакция человека. Поэтому на такого рода возражения совершенно не стоит обращать внимание. То есть с этим можно и нужно работать. То есть если человек нам конкретно говорит «нет», объясняет «почему нет», и мы понимаем «да», действительно у него это абсолютно осознанный отказ, тогда, конечно, мы не тратим ни своё время, ни его. Да, потому что есть буквально вот три причины возражения. То есть первое – это когда человек сомневается в целесообразности этой покупки. То есть он как будто бы у нас запрашивает какие-то дополнительные аргументы. То есть надо ему это или не надо. Возможно, ему кто-то предложил ещё участие в каком-то проекте. И он думает, он ещё там тоже не принял решение. И вдруг мы ему что-то предлагаем. И он думает, нужно ли мне принимать ещё и это предложение. Или мне нужно выбрать между этими двумя. То есть ему нужна аргументация. И когда мы это понимаем, мы ему реально даём аргументы. Возможно, он возражает, потому что он не всё понял. У него есть необходимость ещё в какой-то дополнительной информации. Ему нужно ещё что-то. Там были аргументы, почему выгодно принять наше предложение. Здесь мы ему просто даём дополнительную информацию. То есть возможности. Здесь ещё такая возможность. И такая, и такая. То есть мы рассказываем о возможности для того, чтобы он понял. То есть и о самом проекте. И вот действительно, когда мы выясняем, чего именно ему не хватает, мы ему это даём. И третья причина – это вежливый отказ. То, о чём я уже сказала, что он нам говорит осознанно. Нет, у него есть конкретное объяснение этому. Нет. И здесь мы понимаем, человек может быть абсолютно категоричным. Тогда мы понимаем, что к этому вопросу мы больше не возвращаемся. Но может быть такое, что он нам отказывает, потому что мы не вовремя обратились. У него нет времени разобраться пока что. Может быть, он куда-то собирается в какой-то отъезд. У него просто сейчас голова занята совсем другими делами. И вот на сегодня пока что временно он говорит нет. Но в разговоре мы выясняем и понимаем, можем ли мы к нему ещё раз обратиться и через какое время. Или вот абсолютно нет. Поэтому этот вежливый отказ, он тоже имеет как бы, можно сказать, два пути разрешения. Потому что, понимаете, возражение – это не какая-то логика. Это вот определённое переживание, чего от меня этому человеку нужно. И вот пока он выясняет, он будет говорить нет. Когда он поймёт, что мы для него не опасны, что наше предложение для него выгодно, то есть тогда, может быть, он будет нас дальше слушать. Потому что очень важно ещё, как мы реагируем на его возражения. Мы можем реагировать, вот он агрессивный, и мы агрессивны. А может быть, нет, мы принимаем. Да, мы принимаем, что он… Ну, какие аргументы он нам приводит. Мы понимаем, мы допускаем это. Существует три типа людей по отношению к целям, по отношению к делу. Это игрок, аутсайдер и зритель. Очень хорошо об этих типах рассказать, если мы их с ассоциируем примерно болельщиками футбола или хоккея. Тогда очень легко можно будет понять, что я имею в виду. То есть игрок – это человек, который понимает, что от него хотят. Он готов рискнуть. Он знает, чего он хочет. Он быстро может поставить цель. Он к этой цели может наметить путь. Если он не знает, он задаёт вопросы, какой путь проложить, как по этому пути пройти, какие могут быть препятствия, чтобы принять решение, как их преодолевать. То есть это человек – игрок, который идёт, играет. То есть у него такой девиз – «Я готов рискнуть и достичь цели наилучшим способом». К ним относятся люди, если взять психотипы, то командиры достаточно хорошие игроки. У них есть много общего. Они знают, чего они хотят, они видят цель, они к ней идут. И идут, причём быстро и качественно. Им нужен хороший, качественный результат. Поэтому с такими людьми очень легко работать. Они быстро понимают. Вот мы начинаем презентацию. Этот человек может вас даже иногда перебивать, скажет, так, здесь мне всё понятно. У меня вот такой вопрос. У меня вот такой, вот такой. Здесь тоже мы должны правильно к этому подходить, потому что, во-первых, он экономит своё время и ценит своё время. Во-вторых, он быстро схватывает. Ему, возможно, совершенно не нужно ничего разжёвывать, там, жевать и в рот класть, как некоторым. И с ним легко работать, потому что он вам задаст только те вопросы, которые конкретно его волнуют. Он получит только ту информацию, которая конкретно ему нужна. Вот. Поэтому с этими людьми работать легче всего. Когда у нас в команде есть хотя бы три игрока, а мы знаем по нашему маркетингу, нам было бы очень хорошо, если бы у нас росли три ветки, у нас было бы три игрока. Всё, можно сказать, команда у нас уже сложится. Потому что, когда есть три игрока, это здорово. То есть мы тогда достаточно крепкие, сильные, и мы понимаем, чего мы хотим и как к этому идти. Аутсайдер – это, можно сказать, бывший игрок. Бывший игрок, который обжёгся, который потерпел какое-то поражение. Возможно, где-то с этим не справился, испугался, сломался. Теперь больше не хочет рисковать. Для него риск уже не способ дойти до своей цели, а у него риск – это опасность. А от опасности можно немножечко сделать шаг назад и посмотреть на это со стороны. То есть с ними, с аутсайдерами, тоже легко работать, потому что это бывшие игроки. Они знают, что такое победа. Они знают, как идти к цели. У них что-то не получилось. У них где-то что-то надломилось. И если мы правильно с ним поработаем, если мы выясним, что именно, где он потерпел поражение, очень многие могут сказать, да я уже был в сетевой компании, да там было так и сяк, да я там обжёгся, да я там деньги потерял. То есть это очень хорошо, это здорово. Ты был, ты знаешь, что такое сетевая компания. Ты знаешь, что такое вложить деньги. Ты знаешь, что такое заработок сегодня и сейчас. Ты знаешь, что такое краткосрочная, долгосрочная перспектива заработка, да. То есть наоборот сказать, здорово, классно, у тебя есть опыт, и ты теперь сможешь не повторить свои ошибки. Мы сейчас вместе с тобой проработаем, да. То есть мы можем работать с таким человеком и перевести его из категории аутсайдера в категорию игрока, в принципе, легко. Главное, опять-таки, основной побуждающий фактор – психотип человека, чтобы мы понимали, как с ним разговаривать, что ему предложить, какие аргументы ему привести для того, чтобы он принял положительное решение и всё-таки, можно сказать, ещё раз рискнул, ещё раз стартанул и пошёл к победе, к своей очередной. И третий тип – это зритель. То есть представляем себе такого зрителя, который сидит на диване или лежит на диване, у него пиво, попкорн, у него там, не знаю, чипсы, он наблюдает за игрой, то есть это абсолютные наблюдатели, но при этом они считают, что они знают абсолютно всё, они знают, куда этот идёт, он знает, почему вот этот неправильно делает, и вот он неправильно делает, а этот правильно делает. Они дают советы, они всё рассказывают. То есть их ещё, знаете, как называют диванные эксперты, которые он считает, что он всё знает, но он, естественно, не будет ничего делать, потому что это всё ерунда, потому что он точно знает, что это ерунда. И поэтому, пожалуйста, ещё и похвалите меня за то, что я вот это всё знаю. Вот такая вот категория людей. То есть здесь перевести его в категорию игрока нужно потрудиться, и их нужно прощупать, потому что есть такие, которые говорят, 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 и в конечном итоге мы понимаем, нет, этот человек не потерянный, у этого человека что-то есть за спиной, он уже даже из аутсайдера перешёл в зрителя, потому что он решил, что всё, я больше вообще не хочу этим заниматься, ну, когда-то занимался, да, можно работать, но есть такие, которые, ну, вот прям действительно, ну, ноль, ну, вот ноль. Тогда, выяснив это, мы просто их оставляем в покое и не тратим ни его время, ни своё время, не получаем вот эти негативные эмоции, отрицательные, которые потом, в принципе, могут и нас немножко где-то сломать и притормозить. Ну, нам это не нужно. Просто, пожалуйста, будь здоров, будь счастлив, желаю тебе всего хорошего, желаю тебе удачи и до свидания. То есть оставляем их в покое. Есть такая вероятность, что эти зрители потом, через какое-то время, когда они от кого-то другого что-то услышат, или при очередной встрече спросят, допустим, как у вас дела, а вы говорите, да у нас всё замечательно, да вот там выставка прошла, вот туда мы съездили, вот мы закончили 14 этап, что у нас сейчас вот-вот произойдёт, переход на 15. Вот. И он сам говорит, слушай, а может, всё-таки я попробую? У меня такой вариант был, когда человек два года говорил, нет, 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 я посмотрю, как там у вас всё будет получаться, я посмотрю, как ты там заработаешь денег, вот, я посмотрю, как там у вас всё не заглохнет, и потом, может быть, я приду, я его оставила в покое, я его реально оставила в покое, вот, и при очередной нашей встрече, встречались мы крайне редко, там раз, два раза в год, наверное, при очередной нашей встрече, он спросил, как дела, а что ты, я говорю, ну вот вернулась из Эмиратов недавно, а что ты там делала? Я говорю, ну как что, у нас полигон, мы на полигоне сейчас были, смотрели, вот начали строительство, ну как бы ещё одного полигона, будем проводить испытания в тропическом климате, он говорит, а что у вас там не заглохло? Я говорю, почему у нас должно было заглохнуть? Да, не знаю, в такой проект как-то не очень верится, что может всё быть хорошо, когда нет, у нас всё отлично, всё хорошо, а там ещё не поздно стать инвестором? Я говорю, нет, не поздно, единственное, что дисконты, конечно, уже другие, но всё равно человек сейчас уже год платит, даже уже второй год пошёл, да, вот, то есть, но он был абсолютным уже зрителем, вернее, вначале он был абсолютным зрителем и категорически ничего, он говорит, ой, как это всё здорово, как это всё интересно, но извини, это не для меня, я в это особо не верю, да, поэтому есть такой вариант, поэтому зрителей мы оставляем в покое, желаем им всего хорошего, это как с телефонными звонками, когда мы говорим, что нам даже если грубо ответили, мы всё равно желаем всего хорошего, спасибо за уделённое время, вот, и всё, и оставляем человека, можно сказать, с миром, что мы, как мы реагируем на возражения, для того, чтобы мы правильную реакцию дали на эти возражения, нам важно осознать это, осознать, что человек имеет право не верить, имеет право сомневаться, имеет право отказать и не согласиться на то, что мы предлагаем, это тоже могут быть разные причины, может быть, мы ему не нравимся, может быть, да, как мы говорили, что если мы сумеем произвести первое впечатление, если мы сумеем понравиться человеку, то есть вероятность того, что понравится и то, что мы будем предлагать, понравится и то, чем мы занимаемся, да, и он, конечно же, не будет возражать, В данном случае может быть так, что, может, реально мы не понравились человеку. Ну вот не понравились, голос не понравился, там ещё что-то. Да и всё, он будет говорить «нет». Поэтому мы осознаём это, что он имеет право сказать «нет». Он имеет право возражать по любым причинам. Далее мы для себя должны это принять. Мы должны это принять. Да, он имеет право, да, я согласен. То есть какова причина возражения, к какой группе принадлежат эти возражения. Когда мы осознаем, мы понимаем, что ему нужны. Ему нужны аргументы, ему нужны дополнительные информации или что. То есть мы в этом вот тут немножечко стараемся понять. Принять – да, хорошо, я понимаю, что вы говорите «нет». Я поначалу тоже так думал, я поначалу тоже сомневался, поначалу тоже возражал, потому что мне не хватило информации. Я как-то не мог поверить, что такой грандиозный проект может с помощью обычных людей выйти на рынок. Но я уже в проекте там столько-то лет. Либо если вы, допустим, новичок, то вы говорите, то вот посмотрите проект, сколько лет развивается, сколько мы всего достигли. То есть мы принимаем, мы соглашаемся. Ну и дальше, что нам нужно? Нам нужно это возражение нейтрализовать. То есть вот, чтобы человек перестал сомневаться, нам нужно его нейтрализовать. Это, знаете, как если у нас есть, допустим, банка с водой, и мы хотим добавить туда сироп, но она полна. То есть воды полная банка. И мы хотим добавить туда сироп, чтобы вода стала послаще. А сироп налить некуда, потому что банка полная. Поэтому нам нужно немножко этой воды отлить, чтобы было место, куда добавить этот сироп. Это, знаете, такой пример, он достаточно, можно сказать, бытовой и очень понятный. Да, и точно так же с возражениями. Когда мы даём человеку всё-таки их произнести, да, я понимаю. И мы говорим, да хорошо, почему аргументируйте свой ответ «нет», что не так, где вы сомневаетесь, в чём вы сомневаетесь. То есть дать ему высказать, дать ему выплеснуть из себя этот негатив, чтобы он там не сидел, вот это недоверие какое-то, да. То есть мы как будто бы отливаем эту воду. Вот он полон, а мы отливаем. И мы туда будем уже потом добавлять. Только после того, когда мы осознали, приняли и дали ему возможность высказаться, мы тогда можем туда какие-то свои аргументы. И уже когда он высказался, почему он не верит, почему он говорит «нет», мы уже чётко понимаем, с какой группы, какая аргументация ему нужна. То ли это будут характеристики нашего транспорта, да, в который мы реально сейчас инвестируем, вкладываем свои деньги для того, чтобы он развивался. То есть мы говорим о его качестве, да, о том, что это безопасно, что это экологично, насколько это удобно, быстро. Вот. Мы говорим о выгодах, выгодах для здоровья людей, всего окружающего, да, животные, люди. То есть это и по поводу аварийности, вот. Что это скорость, что мы очень быстро сможем передвигаться из точки А в точку Б, что мы можем жить за городом и приезжать спокойно в город на работу очень быстро, не стоять ни в каких пробках. Вот. Что это очень экономично, потому что мы понимаем, что если транспорт работает на природной энергии, на альтернативной энергии, то, естественно, она практически бесплатная, да, эта энергия. И, естественно, и билеты на дорогу будут не такие дорогие, потому что транспорт и в эксплуатации, и в строительстве тоже намного дешевле других видов транспорта. Вот. Ну и доказательства, где это можно потрогать, где это можно увидеть, пощупать, прокатиться. Мы рассказываем о наших двух инновационных центрах, да, то есть мы говорим о экотехнопарке в Минске и центр в Шарже. То есть здесь, пожалуйста, здесь очень много роликов, очень много видео. У нас уже у самих накопилась огромная библиотека видеороликов, которые мы сами сняли в этих парках, мы сами сняли себя, едущих в транспорте. Да, то есть у нас есть, у нас есть аргументация. Нам главное выяснить причину возражения, чего именно не хватило человеку, и что именно нам нужно ему ещё дать. Дальше будет очень много, так скажем, примерных объяснений, как можно работать с возражениями, с самыми такими распространёнными, с самыми рядовыми и самыми первыми, с чем мы встречаемся. Можно делать скриншоты с экрана, можно себе какие-то пометки делать. Я знаю, что вебинары просматриваются, потом очень много просмотров. Мне это приятно, здорово, что людям всё-таки интересно, что вам интересно, что-то для себя полезное находите. Поэтому мне хотелось дать конкретные, даже, можно сказать, скрипты, как говорить, как начать. У нас очень часто бывает так, что мы не знаем, мы не можем произнести вот первое предложение, после которого мы сможем говорить, говорить, говорить. И очень часто его прям не хватает. Поэтому я здесь даю эти предложения. Конечно же, их не нужно заучивать и говорить все друг за другом. Любое из них может вам просто пригодиться и дать возможность завязать этот разговор и поговорить конкретно об этих возражениях. Поэтому если где-то, вы видите, нет логики, я буду их всех зачитывать. Если какой-то логики нет, то поймите, что это не значит, что нужно прямо одно за другим говорить. Но они полезны. То есть с возражениями у меня нет денег очень часто начинают все клиенты, им не стыдно признаться, что у них нет денег, у меня нет денег, и всё. И тогда мы говорим, я с вами… То есть если мы принимаем, да, у него нет денег. Мы приняли, у него нет денег. Я знаю, что у него нет денег. И мы говорим, да я знаю, что у тебя нет денег, я именно поэтому с тобой встретился. Не потому что у тебя они есть, а именно потому что у тебя их нет. И я хочу рассказать тебе, как ты их можешь заработать. Я предлагаю вам возможность их заработать. Конечно, вы их сразу не получите. Они не появятся у вас сами по себе. Что это всё-таки работа, как и всякая другая работа. Но вас будут вознаграждать за работу не только за вашу личную, но и за работу людей в вашей структуре. И вот это стоит того, чтобы рассмотреть такую возможность. То есть мы понимаем, нет денег, да, нету, но здесь их можно заработать. И мы также понимаем, что у нас очень хороший маркетинг-план. Здесь мы можем много рассказать, что здесь не обязательно сделать самому большие очень взносы. У нас нет требования, как в сетевых компаниях ежемесячных взносов. И только в том случае, если ты сделаешь определенный ежемесячный взнос, то есть выкупишь товара какого-то на определенную сумму, не меньше, только тогда ты получишь на свой счет заработанные деньги. А иногда можно в течение месяца структура поработала, а ты не сделал ежемесячную активность, она так называется, да, и ты не получил эти деньги. У нас такого нету. Ежемесячной активности нету. И те, кто занимается сетевым, им очень здорово делать такое предложение, потому что они понимают, как это облегчает вообще их собственную работу, что можно начинать действительно с нуля. Можно поговорить, с другой стороны зайти. Сколько бы вы заработали, если бы интенсивно работали в последние два года по два часа в день? То есть мы говорим о его работе, да. Сколько вы зарабатываете на своей нынешней работе? И сколько бы вам хотелось зарабатывать? Какие покупки вы можете себе позволить? То есть нужно показать ему, что он сейчас зарабатывает в месяц столько, сколько, допустим, у нас он бы мог заработать за неделю. То есть если его эта сумма устраивает, то у него появляется очень много свободного времени. Если он хочет заработать больше, пожалуйста, возможность такая есть. Говорим, что мы встречаемся не для того, чтобы выудить из него деньги, а дать ему возможность заработать. Ну и естественно, как я уже сказала, мы говорим о партнерской программе. Потому что делая презентацию, объясняя человеку, как можно у нас заработать, мы же понимаем, что мы говорим и о том, что они, становясь инвесторами, будут получать деньги потом и долго. Это все-таки долгосрочная перспектива заработка. Это потом будет пассивный доход. Но при этом мы же объясняем, что можно зарабатывать сегодня и сейчас. И здесь тоже кто-то идет на то, чтобы стать инвестором и получать дивиденды потом, когда мы закончим 15 этапов. А потом понимая, что, боже мой, можно и сейчас же тоже зарабатывать. Да, человек быстренько включается и начинает делиться информацией. И вперед. Иногда можно по-другому, когда говорят, нет денег. То есть первое, мы говорим, да, я понимаю, я принимаю, что у тебя нет денег, и я тебе не пришел не забрать твои деньги, а наоборот дать тебе возможность заработать. Второй вариант, когда вы говорите, что вы имеете в виду, на что нет денег. Вы же понимаете, что любая встреча не случайна. Я понимаю вашу ситуацию. Вас устроит, если мы найдем совместное решение вашей проблемы. То есть у него нет денег, значит, это у человека проблема. Ему не хватает этих денег даже. То есть возможно, что ему не хватает даже на то, чтобы он хотел получить и потратить. Объясняем, что инвестиции в наш проект начинаются с небольших сумм. И вот о том, что можно заработать прямо сейчас. То есть как обычно, здесь мы все равно делаем акцент на нашу партнерскую программу. Когда человек говорит, что у него нет времени. Как понимать, что у вас нет времени? Вы сейчас спешите? Над чем вы сейчас работаете? Найдется ли у вас 2 часа в день, чтобы повысить свой доход? То есть если у вас 2 часа в день лишний, готовы ли вы потратить дополнительно 2 часа? Ну попробовать, может быть, на протяжении какого-то времени тратить по 2 часа в день для того, чтобы повысить свой доход. Возможно, человек работает всю неделю, и он готов 2 часа в неделю потратить. Это тоже вариант. 2 часа в неделю, допустим, в субботу он готов потратить. Поэтому мы его поучим, поможем. Знаете ли вы кого-либо, кто хочет зарабатывать деньги? Вы знаете кого-либо, кто находит время, чтобы зарабатывать деньги? Да, это всегда вопрос выбора. У нас есть время на то, чего мы хотим. И это зависит от нас и от нашего решения. То есть когда мы говорим нет времени, мы понимаем, что у нас нет времени. Но если человек говорит нет времени, то конкретно у него нет времени заниматься вот этим делом. Но если бы ему пришлось заниматься тем, что он очень хочет, он бы нашел это время. И мы понимаем, что мы всегда находим время, если мы хотим заниматься любимым своим каким-то делом. Здесь есть еще один такой вариант. Когда мы спрашиваем человека, знаете ли вы кого-нибудь другого, кто хочет зарабатывать деньги, то дайте мне рекомендацию, пожалуйста. Дайте мне этого человека, дайте мне контакты. Я тогда ему предложу, потому что это настолько классный проект, что я не могу не делиться этим. Очень часто срабатывает такой щелчок происходит. Человек понимает, так, я сейчас дам ему своего знакомого, а он, возможно, согласится, и это все пройдет мимо меня. А мне только что рассказали хороший маркетинг план, когда я смогу тоже зарабатывать. То есть здесь, когда мы говорим, ну ладно, ты не хочешь, дай мне другого человека, дай мне друга какого-нибудь, потому что здоровский проект, я хочу нести добро, я хочу предлагать людям зарабатывать, стать счастливыми. То здесь тоже очень человек логически помыслит, и он, возможно, сразу сам согласится, скажет, нет, давай сначала меня, сначала я, а потом следующего. Бывает наоборот. Бывает так, что нам дают своего какого-нибудь знакомого. Знакомый соглашается работать, и тогда мы опять приходим первоначально к своему партнеру потенциальному и говорим, послушай, твой партнер, твой знакомый согласился работать. Я еще раз тебе делаю предложение. Он согласился, значит, у тебя уже практически есть 15% дохода. Если ты сейчас соглашаешься, то он будет в твоей команде в первой линии, и все. Если ты не соглашаешься, все, я тогда его забираю. Это тоже срабатывает, и человек находит и время, и желание, и все. Может быть, когда человек говорит, у меня нет времени вот это все изучать, это тоже, знаете, извиняюсь за такое слово, отмазка. Поэтому если мы опишем, как это все происходит, как это работает, как у нас проходят какие-то тренинги, конференции, как у нас мероприятия, выставки проходили, и сейчас, даст Бог, все опять у нас наладится, и мы опять будем ездить. Мы уже очень надеемся, что сейчас уже будут у нас все-таки экофест, мы проведем, ждем от головной компании решения. То мы можем пригласить на вебинар, на семинар, на какую-то конференцию. Очень хорошо, если какая-то выставка или встреча с правлением, чтобы они увидели, как это все у нас происходит, какие у нас позитивные люди собираются. Потому что эта энергетика, которая у нас присутствует, когда мы съезжаемся на тренинги, на мероприятия, эта энергетика, она же зашкаливает. То есть я думаю, кто не первый день в проекте и кто уже бывал на экофесте, те вот прям понимают, о чем я говорю. И когда новичок приезжает и вот это все видит, это тоже очень заряжает и заражает. Ему тоже хочется быть вот здесь, вот в этой энергетике. Ему хочется быть вот в этой группе людей таких классных, позитивных. Поэтому тоже у меня были такие случаи. Все, что я вам сейчас рассказываю, практически через все я прошла, потому что я уже седьмой год в проекте. Тоже было так, что у меня человек, первое, что он сделал, вот я ему рассказала, пока по своей работе с ним столкнулась, столкнулась и была возможность поговорить, чем я занимаюсь. Предложила, он даже бывший сетевик, который занимался Амвеем, они там тоже очень хорошо, я помню, бомбили так. Но он все равно, чего-то ему не хватало. Я тогда даже не понимала, чего ему не хватает, но я сказала, послушай, у нас сейчас будет экофест, давай поехали с нами. Вот ты прям реально своими глазами увидишь, вот, и все. И тогда я больше не буду тебе ни о чем рассказывать. Там уже все, я тогда от тебя отстану. Если ты увидишь и скажешь нет, увидишь этих людей, увидишь Юницкого, увидишь его творение и скажешь нет, тогда все, я тебя не трогаю. Все, на обратном пути в автобусе он регистрировался. Мы ездили автобусами, да? Вот, поэтому этот момент, этот момент тоже срабатывает. Еще есть такой вариант. Я понимаю, что у вас нет времени, так как я сам очень занятый человек. Но согласитесь, что все зависит от планирования ваших предпочтений. Это благоприятная инвестиция. Возможность очень легкая. И у нас свой стиль в бизнесе. Это экономит время наших клиентов. То есть мы говорим о том, что у нас очень много информации, у нас очень много роликов, материалов. Есть очень много в электронном виде различных брошюр. То есть работать легко, потому что у нас очень хорошая рекламная компания. И нам не нужно будет много на это времени тратить. И для того, чтобы пригласить партнера нашего будущего, то достаточно отправить ему какие-то ролики. То есть не нужно конкретно с ним встречаться и долго сидеть, объяснять. То есть у нас есть материалы, которые облегчают нашу работу. Мы можем его подталкивать. Вы предпочитаете принять решение до того, как я дам вам дополнительную информацию, или после. То есть он скажет, ну да, наверное, надо мне еще что-то. Ну хорошо, давай еще что-то. Когда говорят, что рынок уже заполнен, что вы имеете в виду, когда утверждаете, что рынок уже заполнен? Заполнен чем? Вы знаете кого-либо, кто работает в SkyWood Community? Как вы думаете, что является решающим в этом бизнесе? То есть когда говорят, что рынок заполнен, мы же понимаем, мы единственные на рынке. Если бы предлагались помады или предлагались бады, да, здесь аргумент, что рынок заполнен, он был бы уместен во всяком случае. Возражение это было бы уместно. Но в нашем случае мы единственные. У нас нет конкурентов. И то, что там говорят Илон Маск, он нам не конкурент. Мы понимаем прекрасно, что это совершенно разные вещи. Когда нам говорят, сравнивают нас с канатной дорогой, мне становится смешно, потому что канатная дорога и мы – это абсолютно разные вещи. Я сейчас была, вот только сейчас вернулась из Украины, там на пляже сделана канатная дорога. Канатная дорога – это когда все кабинки прикреплены к одному тросу. Если что-то происходит, останавливается вся дорога и в одну, и в другую сторону. У них замкнутое кольцо. Трос остановился – всё. Трос лопнул – всё. Все остановились. У нас же совсем другое. У нас каждый вагон – это отдельная единица. Это вообще ничего общего с канатной дорогой нет. Поэтому, когда говорят, рынок заполнен, мы прекрасно можем объяснить, что у нас нет конкурентов. Никем не заполнен, мы единственные. Так же мы понимаем, что не нужно напоминать, что мы рассказываем о том, что у нас есть элементы сетевого маркетинга и какие преимущества у него, и то, что в нашем случае наш успех зависит конкретно от нашей работы, а не от кого другого. Здесь мы понимаем, что это мы объясняем обязательно. Я не знаю много людей. Вот кто-то говорит, да, для этого бизнеса надо очень много людей, я их не знаю. Я вас понимаю, но я начал понимать, сколько их людей я знаю только тогда, когда начал составлять их список. Вот сколько контактов у вас в телефоне. И тут мы можем поговорить о том, как мы составляем список контактов, потому что мы уже умные, мы уже знаем. И если вы вспомните вебинары о списке контактов, то мы действительно можем 100 человек вообще с лёгкостью написать в этот список, записать. А если мы используем те подсказки, о которых я говорила, вот это вот, можно сказать, игра такая, игра в подсказки, то мы и 200 человек напишем. Вот это первое. А второе, мы же понимаем, что мы знаем одного человека. То есть, вернее, так, давайте не так я скажу. То есть, если мы написали список из 100 контактов, то есть, значит, я один знаю 100 человек. Каждый из этих 100, с которым мы разговариваем, мы ему говорим то же самое. Если ты напишешь список контактов, значит, у тебя, в принципе, будет 100 человек, с которыми можно переговорить. И точно так же каждый из них может по той же схеме написать список контактов, и там тоже будет по 100 человек у каждого. То есть, мы понимаем, что, и мы объясняем, что ты же один не останешься. То есть, мы тебе поможем, ты дашь какие-то контакты, мы поможем тебе работать с твоими людьми. То есть, здесь очень легко человеку показать, что ему лично не нужно знать очень много людей, чтобы построить команду, чтобы сделать свою структуру и заработать. То есть, мы понимаем, мы знаем, как мы составляем список контактов, и вот этот аргумент мы как раз и можем привести на возражение, я не знаю людей, у меня очень мало знакомых. И еще очень важно не принимать решения за людей до встречи с ними. То есть, нужно сначала все-таки человеку предложить, потому что мы не знаем, на что они способны. И мы никогда не можем знать, для кого из них этот бизнес может быть очень подходящим. Может быть, кто-то не хотел, не хотел, не хотел, потом у него обстоятельства в жизни изменились, и все, и теперь он даже готов. Может быть, он работу поменял, у него коллектив огромный, или он познакомился с какими-то классными сетевиками в своей жизни, и он понимает, йоу, я могу здесь продвинуться. То есть, поэтому всегда мы не принимаем решения, мы всегда делаем предложения, мы всегда встречаемся. Как говорится, никто нас за это не ударит. То есть, да, да, нет, нет. Что касается возражений по поводу пирамиды. Здесь тоже есть два варианта. Что вы имеете в виду под словом пирамида? Пирамида – это система, где продукт или оказание услуги не существует. Если вас вознаграждают за то, что вы просто приводите нового человека, который вкладывает деньги, но нет продукта и нет услуги, это мошенничество. Да, это пирамида, это противозаконно. Все. В многоуровневом маркетинге, так же, как и у нас, всегда есть продукт, который мы предлагаем людям. В нашем случае мы предлагаем принять участие в поддержке проекта и взамен стать акционером. То есть, если вас вознаграждают за распространение какого-то продукта или услуги, все это законно. Вы согласны? Ну, конечно, человек скажет, да, что нет продукта – это мошенничество, есть продукт – это абсолютно законно. Так вот, в нашем случае это второй вариант. У нас есть продукт. Вот. И так же мы понимаем, что тип продаж вот такой, как у нас, он самый динамичный среди всех типов продаж. То есть, мы прекрасно понимаем, что… Почему сетевики могут получать большое вознаграждение? Потому что компания не тратит деньги отдельно на рекламную кампанию, на размещение там в сетях, допустим, да, там по телевидению или еще что-то, рекламы своего продукта. Она платит только за склады. У него нет магазинов, где нужно платить аренду, где нужно платить электричество, зарплату продавцам. И неважно, продал продавец продукт, не продал. Он вышел на работу, он целый день там отсидел, ему нужно заплатить. В нашем случае есть склад и есть мы. Кто продал, тот заработал. Все. Поэтому это действительно самый динамичный тип продаж и самый выгодный. Поэтому здесь есть большой процент вознаграждения. И здорово, мы получаем его, мы его получим. Дальше можно про пирамиду сказать и по-другому, что вообще сама себе система пирамиды вполне нормальная, потому что когда продается достойный продукт или оказывается нужна услуга, посмотрите на большие организации, посмотрите на управление государством. Любые большие компании, у них все построено по принципу пирамиды. Есть начальник, есть заместители, есть начальники отделов, есть подчиненные в этих отделах и есть люди-продавцы, которые действительно на конечных операциях сделок. То есть это тоже пирамида. Сверху всегда будет людей меньше, чем внизу. И это тоже нормально, поэтому ничего в этом страшного нет. Нам могут сказать, что у меня был плохой опыт с сетевым маркетингом, поэтому я больше не хочу с этим связываться. Здесь мы тоже можем сказать, что у вас, вероятно, был плохой спонсор, который вас не поддерживал, когда вы в этом нуждались. В этом виде маркетинга не система, а сами люди являются движущей силой. Поэтому если вас зарегистрировали и просто бросили самому разбираться и барахтаться, конечно, есть вероятность, что ничего не получится. В нашем же случае хорошая система дубликации. У нас есть обучающие материалы, тренинги. Мы всегда встречаемся с людьми. На самом деле самая большая солидарность вот как раз в сетевом маркетинге между спонсором и его приглашенным. Больше всего хочется помогать человеку, которого ты пригласил, потому что ты прекрасно понимаешь, что чем лучше он будет работать, чем больше команды он создаст, тем больше денег мы заработаем все. Возможно, это главное различие между моим предложением и вашим предыдущим, что просто у вас был слабый спонсор, который либо не хотел, либо не умел с вами работать. И разве правильно принимать решение из-за одного неудачного опыта? Уверяю вас, вы будете абсолютно удовлетворены, а то, что у вас уже есть какой-то опыт в такого рода бизнесе, это просто замечательно, потому что вы можете понимать ошибки, которые вы допустили, либо недочеты, либо то, чего вам не хватило в этом бизнесе. И вы сейчас у меня можете это запросить. Вот мне не хватало вот этого, мне не хватало поддержки, мне не хватало информации. Я был не силен в презентациях, а спонсор меня не поддержал и не пришел на встречу с моими людьми. Поэтому я хочу, я буду работать, если ты мне будешь что-то помогать. То есть ты, как человек, имеющий опыт, уже прекрасно знаешь, что тебе нужно, какие были ошибки, какие были недочеты. Поэтому если нам говорят, что у меня был плохой опыт, мы говорим, нет, это очень хорошо, что у тебя есть опыт, и неважно, какой положительный он или отрицательный. Все. Но если нам говорят, что это все рухнет, что это не заработает, мы можем, конечно, спросить, почему вы так думаете, не могли бы вы мне объяснить причину. Пусть он аргументирует свое решение, что почему это не заработает. Но мы же понимаем, что мы уже давно в проекте, и мы знаем, через что мы прошли. Поэтому мы говорим, я понимаю ваши сомнения, но я знаю систему, я знаю историю компании, я знаю, как она совершенствовалась и развивалась, я знаю, какие у нее прогнозы. И когда у вас будет больше информации, вы измените свое мнение. Мы знаем, здесь очень важно рассказать о том, что у нас есть 15 этапов, что на каждом этапе у нас стояли определенные задачи, и мы их выполняли, и только после этого переходили на следующий этап. Это как раз говорит о том, что компания очень хорошо, очень правильно развивается, делает правильные, верные шаги. И мы люди, кто давно в компании, мы же еще знаем, что Анатолий Эдуардович никогда не обещает чего-то невозможного. Если он делает какие-то прогнозы, то это уже четко, конкретно проработанный план, который он, у него есть, как сказать, оптимистичный и пессимистичный прогноз вот в этом вот, на данном пути. То есть и только после этого он объявляет. И дальше, как только мы это все выполняем, мы только после этого переходим на следующий этап. То есть у нас ничего не рухнет. Мы 14 этапов идем по пути, выполняя абсолютно четко все намеченные свои дела. Мы все идем по плану. Поэтому здесь мы тоже спокойно можем аргументировать. И для вас это шанс инвестировать и затем заработать. И так сказать, мы не можем, мы, кто в проекте давно, мы просто не можем не делиться этой информацией, потому что мы понимаем, насколько это здорово. Когда нам говорят, что моя вторая половинка не согласится, мы отвечаем, да, это совершенно нормально. Вы бы согласились с чем-либо, если бы у вас не было никакой информации. То есть то, что я сейчас вам рассказал, это еще не значит, что вы можете прийти домой в семью и рассказать все это сейчас точно так же, как я вам рассказала, потому что вам начнут задавать вопросы, и вы не сможете на них ответить. Значит, вы не обладаете полной информацией, и вы не дадите полную информацию своей второй половинке. И, естественно, она скажет, нет, это какая-то ерунда, подожди, я что-то тут не понимаю. Конечно, нет. И самое лучшее – это пригласить вашу вторую половинку, вашего мужа, вашу жену на чашечку кофе, и я постараюсь все разъяснить о проекте. А потом уже он или она сформирует свое мнение. Как вы думаете, будет лучше, если ваша жена сделает вывод, когда у нее будет стопроцентная информация, а не что-то там беглое, что вы поняли или там недопоняли. То есть здесь тоже очень легко говорить. Когда человек говорит, я для этого не гожусь, тут тоже можно. Я уже имею определенный опыт в этой системе и научу вас всему этому, научу вас, как зарабатывать деньги. Вам только нужно время и желание учиться новому. Ну и мы говорим, сколько, допустим, часов в день вы могли бы потратить на это обучение, я тогда запланирую и уделю вам это время. Хотите ли вы этому научиться? Вы понимаете разницу между своей работой и этим бизнесом? Чтобы мы тогда ему объясняем, что для этого годится практически каждый человек. У нас есть прекрасные образовательные тренинги, которые обучают всем необходимым навыкам для этого бизнеса. То есть мы оказываем человеку всяческую поддержку и рассказываем, что мы никогда его не бросим. Мы всегда будем его поддерживать, мы его научим, мы придем с ним на встречу с каким-то партнером, то есть чтобы вот этих страхов у него не было. Одна из сильных сторон сетевого маркетинга, это нас вознаграждают не только за нашу собственную работу, но и за работу наших структур. Поэтому хороший спонсор, он всегда передает свой опыт своей команде, он не жадничает, он рассказывает все, что он знает, он еще и обучается, он еще и сам совершенствуется и передает абсолютно все своей команде. Нигде больше не найти столько солидарности и помощи от своих вышестоящих менеджеров как в сетевом бизнесе, как в сетевом маркетинге. И мы понимаем, что если у нас что-то не получается, это не вина системы. Система эта работает идеально. Это вина людей в этой системе. Если что-то не получается, значит кто-то что-то недорабатывает. И здесь очень важно, чтобы мы понимали, что наша поддержка и уверение нашего партнера в том, что мы всегда окажем эту поддержку, чтобы он был уверен, что его никогда не бросят, ему помогут, что это очень важно. Когда говорят, мне нужна определенность, ну, можно сказать, ну, в чем эта определенность? Где на сегодняшний день она есть? Все в наше время, всем хочется определенности, но, к сожалению, ее вообще нет нигде. И есть вот один такой прием, поверьте, он работает, потому что он испытан на практике. Когда вы говорите, я готов пойти с вами к своему юристу и подписать договор, где будет сказано, что если этот бизнес не будет для вас успешным, то я верну вам ваше вложение. Но если бизнес станет успешным, вы дадите мне сумму вдвое больше, чем вы вложили. Вот представьте себе, когда вы с такой уверенности говорите, я совершенно уверен в успехе этого проекта, и я реально готов вам вернуть ваше вложение, если у вас что-то не получится. Но если получится, ты мне дашь в два раза больше. Вот этот аргумент, он действительно срабатывает. Вот. Мне нужно время подумать. Можно у вас спросить, о чем вы будете думать? Что на данный момент еще осталось непонятным, непонятым? Вам нужно подумать о сумме или о способе инвестиций? Мы же расскажем, какие у нас варианты вхождения в проект. Я бы, конечно, хотела прояснить любую еще оставшуюся какую-то неопределенность, для того, чтобы вы могли уже идти думать, чтобы я понимала, что вы получили стопроцентную информацию. Мы можем объяснить, естественно, процесс регистрации, как это все работает. Можем сказать, что могу помочь вам определиться с выбором. Мы можем разобрать подробно-подробно все наши инвестиционные предложения. Также мы можем использовать технику Бенджамина Франклина. Она достаточно проста. Когда мы берем лист белой бумаги и на одной стороне пишем преимущества, преимущества технологий, преимущества участия в проекте, выгоды, какие существуют от нашего... То есть мы сами записываем все в один столбик. А на второй половинке предлагаем клиенту, чтобы он записал недостатки. Вот мы ему все рассказали, и какие все-таки недостатки он видит. Пусть он их напишет. Ну, во-первых, первое, стопроцентно наш список будет гораздо больше, чем его список. Это раз. Второе, когда он напишет недостатки, мы будем видеть, каких аргументов ему еще не хватило. Мы будем, во-первых, это и нам полезно. Мы будем понимать, что ему еще нужно дать. Но для него это будет абсолютно явный, наглядный пример, что плюсов гораздо больше, чем минусов. Поэтому здесь можно принять решение, можно рискнуть, можно попробовать. Вот. И этот листочек, естественно, пускай останется у него, пусть он еще заглядывает в этот листочек много раз, еще для того, чтобы... Ну, либо чтобы этот листочек помог ему принять решение, либо для того, чтобы он уверился в том, что он, приняв решение, он сделал правильный выбор. Вот. Есть такое, что люди мне не поверят. Да, такое тоже говорят. Ну, как вы можете это знать? Верите ли вы в себя? То есть, знаете, проблема очень часто в том, что у людей не хватает уверенности в себе. И поэтому, конечно же, им не поверят. Ну, может быть, просто из-за каких-то своих психологических проблем неуверенным в себе человеком. То есть, если сам недостаточно веришь в себя, то, конечно же, тебе не поверят и другие люди. Вот. Поэтому очень важно верить в себя, очень важно делать все, чтобы повышать свою самооценку. И скажу вам, это, как, знаете, такое все-таки замкнутое кольцо, что выходить из зоны комфорта, то есть даже работать с возражениями, это уже выходить из зоны комфорта, потому что нас заставляют подумать, нас заставляют найти какие-то аргументы. Но это же, когда у нас все это получается, это повышает нашу самооценку, это повышает уверенность в себе. Да. Поэтому все эти процессы очень взаимосвязаны. И не нужно бояться никаких возражений. Потому что, смотрите, мы можем спокойно говорить, а ты можешь возражать все, что ты хочешь, ты можешь говорить все, что ты хочешь, ты можешь не принимать мое предложение. Но пойми, технология выйдет на рынок и без тебя. Транспорт поедет и без тебя, и без Маши, и без Вани. Будет кому участвовать в том, чтобы вывести его на рынок. Но когда он поедет, то весь мир разделится конкретно на две группы людей. Две и не больше. Тех, кто платит за проезд, пользуются этими благами, ему хорошо, он дешево ездит, он безопасно, комфортно, здорово. Платит и едет. И тех, кто получает от этого прибыль. То есть те люди, которые в свое время на старте инвестировали в проект, дали, вложили свои деньги на развитие технологий, и сейчас они получают с этого прибыль. Все, третьей группы здесь не будет. И мы говорим, в какой группе ты хотел бы быть. То есть, понимаете, мы можем вообще этим уже сразить человека, что бы он там ни возражал, ни работать вообще с теми возражениями, просто сказать, слушай, я ничего от тебя не требую, я просто тебе хочу сказать, что ты окажешься в какой-то из этих групп. Через время ты в обязательном порядке окажешься где-то. Но в какой группе ты хотел бы быть. Для тебя это важно сейчас, в какой группе ты все-таки можешь оказаться. То есть вот сегодня ты можешь принять решение, в какой ты группе будешь. И потом не говори, что ты об этом не знал, что я тебе об этом не говорил. Также можно уже как бы в заключении говорить о том, что, ну как бы подводя итоги, сделать такие небольшие, уже можно сказать, подтверждения, что эта сделка достаточно выгодная. Сказать, что я считаю, что это одно из самых лучших предложений на рынке. Вот я, например, рискнул, сделал это и совершенно не жалею. Не бойтесь сказать, сколько вы заработали по-настоящему. Не бойтесь открыть свой кабинет и показать, сколько у вас долей есть уже. То есть пускай люди видят, что мы рискуем, да, мы рискуем, но мы осознанно идём на этот шаг, и мы не жалеем, что мы это сделали. С тобой или без тебя проект всё равно реализуется. Но мне бы хотелось быть с тобой в одной команде, потому что я знаю, что ты сильный человек, я знаю, что ты можешь, я знаю, что ты игрок, поэтому я был бы рад, если бы ты был в моей команде. Потому что когда большая дружная команда, но мы не только можем и работать вместе, но мы можем и поездки, и путешествия, проводить время вместе вне работы. Пока другие спят, надо действовать. Это такие фразы, можно сказать, для закрытия сделки. И в заключении хочу сказать, что погасить любое возражение вы сможете лишь тогда, когда у вас самих не останется ни капли сомнения в успехе нашего проекта. Только в том случае, когда вы будете проявлять полную уверенность, когда вы сами в это поверите, когда вы будете верить каждому слову своему, которое вы произносите, только тогда вам поверят, и вы сможете работать и погашать любые возражения, любые. Поэтому верьте в проект. Я желаю вам всем хорошего вечера, дня, кто будет смотреть запись в любое время. И до следующей встречи. Просматривайте предыдущие части. Очень надеюсь и верю в то, что вы найдете для себя много интересного и полезного. Все. Благодарю вас за внимание. И до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...